Внешний долг России приблизился в текущем месяце к минимальному значению с 2006 года. Снижение с начала года составило 8,7%, сообщает РИА Новости. Правда, это стало в первую очередь следствием снижения возможностей заимствования за рубежом для покрытия внутренних расходов. Наша съемочная группа выясняла варианты решения этой проблемы. Расходы федерального бюджета растут из-за целого ряда факторов. Западные санкции, нужды в специальные военные операции, инвестиции в инфраструктурные проекты, а также в строительство новых производств в рамках импортозамещения. Вопрос, где взять деньги, стоит остро. Между тем, по некоторым оценкам, бизнес готов до 30 триллионов рублей вложить в отечественную экономику. Однако всех пугает нестабильность. Может, государство и даст гарантию некой системе условий, которые они не будут менять, допустим, на протяжении 3-5 лет. Но по факту, из опыта прошлого, я думаю, что представители любого бизнеса, они прекрасно понимают, как у нас условия меняются при тех обещаниях неизменности, которые были даны раньше. Действительно, бизнес давно просит у государства хотя бы на среднесрочный период не менять правила игры. Однако теперь внешнеэкономическая ситуация меняется вне зависимости от воли Москвы. Постоянно вводятся новые санкции, целью которых является расшатывание нашей экономики. Правда, это может сыграть России и на руку. Например, заметно сузились возможности вывода капитала из страны. А значит, деньги волей-неволей придется инвестировать здесь. Есть и внутренние резервы у самой госмашины, которая могла бы оптимизировать бюджетные траты. Ведь многие деньги уходят, простите, не поймешь на что. Покупаются по ценам, которые значительно дороже. То есть, вот эта самая оптимизация приведет к тому, что появятся дополнительные средства, которые можно выделить на поддержку промышленности. Это поддержка не одноразовая и не билет в один конец. Мы им дали денег, они навсегда забыли. Это вложения, которые промышленность отыграет через год, через два, через три, вернув их в качестве налогов, продукции, рабочих мест и так далее. А еще не стоит забывать о приватизации. Давно не секрет, что частная собственность нередко оказывается эффективнее. Другой момент, что надо избежать ошибок начала 90-х и не распродавать активы за копейки и кому попало. Ну и, конечно, стратегические отрасли все равно должны в той или иной степени контролироваться государством.